Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. 350 миллионов рублей из федерального бюджета планируется направить на реставрацию фабрики кухни. Это решение было принято в рамках рабочего визита в Самарскую область министра культуры России Владимира Мединского. Он пробыл в столице региона целый день. Его сопровождали губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Самары Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Владимир Мединский успел посмотреть несколько памятников архитектуры регионального и федерального значения и принял ряд важных решений для города и региона. Например, со следующего года Грушинский фестиваль будет единым. Обо всем подробнее Мария Иваткина. Любители бардовской песни теперь будут собираться на одной площадке. Культурный раздор пора прекращать, решили федеральные и региональные власти. И усадили две стороны за стол переговоров. Министр культуры России Владимир Мединский заверил, единый Грушинский без федерального финансирования не останется. Нам бы всем хотелось, чтобы это было не две площадки по 30 тысяч, как сейчас, а чтобы это была единая команда, один Грушинский фестиваль, на который бы приезжало хотя бы по 200 тысяч, как в последние советские годы. Новое будущее ждет и фабрику-кухню. 350 миллионов рублей на ее реставрацию выделят из федерального бюджета. Сейчас памятник архитектуры регионального значения находится в частных руках, но собственник готов обменять здание на другой объект. На базе фабрики-кухни планируется открыть центр русского авангарда. Ничего подобного в стране еще не было. Вернуть вторую жизнь в это без преувеличения действительно уникальное сооружение, единственное в стране памятник конструктивизма, выполненный в форме серпая молота. Мы исключительно благодарны министру за такую позицию, за такое отношение, за внимание к бедам региона. Владимир Мединский поинтересовался, сможет ли музей авангарда привлечь достаточное количество посетителей. Глава Самары Дмитрий Азаров отметил, удачное расположение фабрики-кухни и высокую транспортную доступность этой площадки. Владимир Мединский пообещал поддержку и в вопросе реконструкции старой части города, прилегающей к Хлебной площади. Комплексно обновить собираются 120 гектаров территории, которая включает в себя промышленные предприятия, жилые кварталы, две набережные рек Волга и Самара. Реконструкции подлежат 100 зданий, 40 из них – памятники архитектуры. Мы будем совместно выходить на председателя правительства и на президента страны с тем, чтобы в рамках подготовки к чемпионату мира посмотреть и разработать специальную программу по фасадам. Можно здесь на самом деле выработать единые подходы с тем, чтобы можно было серьезно превратить историческую часть города Самары. К концу года планируют обновить и 26-метровую пожарную колончу, что на Степана Разина. Когда-то она была самой высокой постройкой в городе. Увидеть весь масштаб ремонтных работ гостям предложили в прямом смысле слова «с высока». Во всю идут реставрационные работы на Куйбышево-104. Там планируется открыть межвузовский молодежный концертный театральный комплекс «Дирижабль». Дом – памятник архитектуры федерального значения. Дмитрий Азаров отметил, власти Самары разработали проект по реконструкции фасадов. Восстанавливать будут не только здания, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. К реставрации планируют привлекать и частных собственников. Сейчас и городские власти, и областные власти уделяют колоссальное внимание восстановлению памятников. Это видно прямо, как памятники преобразуются на глазах. Мы, со своей стороны, в памятники, находящиеся в собственности федеральной, вкладываем средства и будем следить за ними. Также Владимир Мединский в рамках своего визита побывал в Академии культуры, в обновленном театре оперы и балета и в особняке «Курлиной». Мария Ивоткина, Артем Сулайманов. События. В Самаре завершилась череда праздничных мероприятий в честь 130-летия со дня рождения писателя Алексея Толстого. Преобразилась усадьба. Там восстановили беседки и колодец. Все первоклассники Самары 1 сентября получили в подарок книги про Буратино. Заключительным аккордом стала установка бронзовой скульптуры любимого детьми сказочного персонажа возле входа в дом, где жил писатель. В Самаре поселился бронзовый Буратино. Около музея усадьбы Алексея Толстого установили памятник сказочному герою. Самарский Буратино, как две капли воды, похож на актера Дмитрия Иосифова. Будучи 9-летним мальчишкой, он сыграл главную роль в культовом советском фильме. На этих съемках актер нашел свой золотой ключик. Сказочные приключения определили его дальнейшую судьбу. Это непрограммируемая жизнь, съемки бывали и ночами, и рано утром, и день был растяжимый, бесконечный за шестую съемку. Дмитрия очень много нравилась. Ну и с тех пор я занимаюсь кино, сейчас я кинорежиссер. Огромный папа Карло передал золотой ключик уже совсем взрослому Буратино, и он распахнул заветную дверь. В честь юбилея писателя в Самаре организовали театральное представление. Трамвай превратился в кукольный театр, а десятки детей и взрослых перевоплотились в героев любимой сказки. На карте Самары появилась новая достопримечательность с ярким литературным подтекстом. Глава города Дмитрий Азаров уверен, Буратино должен привлечь внимание к творчеству писателя. Я хочу всех поздравить, я очень рад тому, что эта скульптура, конечно же, будет привлекать внимание самых маленьких жителей нашего города к замечательному творчеству Алексея Николаевича Толстого. Открывает дверь в мир сказки, в мир литературы, в мир русской литературы. Работа по созданию скульптурных композиций происходит в рамках работы нашего оргкомитета Культ Самары. И на создание этой, как и всех других появившихся на улицах нашего города скульптурных композиций, не затрачено ни одной бюджетной копейки. В рамках своего визита в Самару министр культуры Владимир Мединский заехал в усадьбу Алексея Толстого, где к 130-летию писателя прошла масштабная реконструкция. Здесь привели в порядок фасады, благоустроили двор и пешеходную зону на улице Фрунзе. Второй этаж музея превратили в интерактивный лабиринт, воссоздавший антураж сказки про Буратино. Главное, во время реставрации удалось сохранить особую атмосферу старинной усадьбы, которую так ценят самарцы. Павел Баймаков, Валерия Квасневская, Алексей Золотенков. События. Фестиваль «Волготеатральный» открылся в Самаре. За неделю на площадках областной столицы покажут 14 лучших спектаклей по Волжье и других регионов. Организаторы решили не ограничивать творчество рамками. В фестивальную афишу попал спектакль на татарском языке и постановка кукольного театра. На целую неделю Самара примерит на себя статус культурной столицы по Волжье. Первый межрегиональный фестиваль «Волготеатральная» приглашает на площадки города истинных ценителей искусства. С инициативой проведения фестиваля выступил президент Ассоциации городов по Волжье, глава Самары Дмитрий Азаров. Ожидания большие. Мы надеемся, что нам удалось собрать сюда, в Самару, хорошие спектакли. Мы надеемся, что на эти спектакли соберется публика и публике будет интересно. За лето публика заметно соскучилась по громким премьерам и любимым постановкам. А потому первый конкурсный спектакль «Золотой слон» Казанского театра прошел с аншлагом. Трупы из Пензы, Альметьевска, Волгограда, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Саратова и даже из немецкого города Ульм радуют и репертуаром, и доступными ценами на билеты. До 22 сентября самарцы увидят 14 лучших спектаклей. Я поздравляю весь наш город, весь Приволжский федеральный округ с большим праздником, потому что событие действительно историческое. Никогда наш город, Самара, не имел своего постоянного театрального фестиваля. Более того, во всем Приволжском федеральном округе такого фестиваля не было. И мы родоначальники, поэтому это праздник для города, это праздник для всей Волги. Волга – театральный конкурсный фестиваль, на котором будет работать экспертное жюри и оценивать работу коллективов по 9 номинациям. Лучший спектакль получит главную награду – приз главы города Самара. У нас в Поволжье, слава Богу, очень сильные культурные, театральные традиции. И многие из тех театров, которые приехали на наш фестиваль, они на самом деле являются знаменитыми фестивалями, ведущими театральными коллективами нашей страны. Поэтому я думаю, что такая взыскательная публика, как Самарская, конечно, она сможет оценить мастерство актеров и получит удовольствие от того, что будет происходить на сцене в течение всей этой недели. Организаторы планируют, что фестиваль «Волга-театральная» получит постоянную прописку в Самаре и будет проходить раз в два года. Юлия Черняева, Дмитрий Тарасов. События. Бюст известного театрального режиссера Петра Монастырского установлен в Самарском академическом театре драмы имени Горького, где Монастырский более 40 лет проработал главным режиссером. Скульптуру, изготовленную еще при его жизни, представил в день открытия нового театрального сезона генеральный директор театра Вячеслав Гвоздков. Бюст Петра Монастырского был готов еще при жизни маэстро. Он не раз позировал скульптору и вносил свои правки. Как истинный режиссер, хотел контролировать весь процесс. Бюст планировали установить к 95-летию Монастырского, но в последний момент мэтр передумал. Петр Львович 40 лет был главным режиссером Самарского театра драмы. Благодаря его руководству театр получил звание «Академический». Монастырский поставил более 200 спектаклей, около 120 из них на самарской сцене. Петр Львович воспитал в этом городе зрителя, без которого театр невозможен. И вот за это ему огромное спасибо, потому что очень многие города страдают по отсутствию зрителя, потому что приходит публика. Актер театра Владимир Сухов вспоминает Петра Монастырского как хорошего руководителя и постановщика. В театре до сих пор сохранился порядок и дисциплина, которую вел режиссер. Есть одно слово, которым он всегда, когда он был недоволен, он всегда обзывал нас турками. Ну что вы турки? Будете что-нибудь уже делать или нет? И все организовывались. Бюст Петра Монастырского создал скульптор Карен Саркисов. Он же сделал барельеф Веры Ершовой и Николая Симонова. Валерия Квасневская, Станислав Левин. События. Космическая кухня в деталях. В музее Самарокосмическое стартовал проект «Космос. Точка отсчета». Обновленной экспозицией увидела свет после победы в конкурсе «Научный музей XXI века». Гранты фонда «Династия» Самарский музей выигрывает уже не в первый раз. Что изменилось в знаменитой ракете, узнавала Анастасия Зубарева. Космос вокруг человека. В новой экспозиции музея Самарокосмическое. Теперь все крутится вокруг космонавтов. Подняться до уровня земной орбиты помог новый проект музея. Анимированные комиксы, кадры хроники и предметы космического обихода для посетителей стали настоящим окном за пределы атмосферы. Космос – это достаточно враждебная среда. И очень много вопросов, вы сами понимаете, и по питанию космонавта, и по его состоянию, здоровью, как он себя поддерживает длительный срок и прочее. И вот как раз об этом мы сегодня рассказываем в нашем проекте. Здесь в центре человек, и, собственно, все происходит от человека. А все космические машины – это лишь средства для того, чтобы преодолеть вот эти вот пределы и заглянуть за пределы. Главный экспонат – настоящий скафандр в особом кресле. Это подарок музею от ЦСКБ «Прогресс». Для полетов каждый скафандр разрабатывается индивидуально. Это позволяет космонавтам выдержать нагрузки при взлете и посадке. Сергей Авдеев провел более 700 дней в безвоздушном пространстве. В космосе все не так. Там нет гравитации, там нет воздуха, а Солнце, оно совершенно по-другому там себя ведет. Реализовать масштабный проект Самарскому музею позволила победа в шестом грантовом конкурсе «Научный музей в 21 веке», проводимом фондом «Династия». Анастасия Зубарева, Константин Головин. События. В Самаре завершился пятый международный фестиваль спортивного кино и телевидения. Лучшие фильмы и программы отбирало международное жюри. Конкурсные работы в течение нескольких дней могли посмотреть жители и гости Самары. Кто стал лучшим и какое место заняла история о самарских спортсменах в репортаже нашего корреспондента. Спортивные тони в области искусства. Несколько дней Самарская область смотрела лучшие фильмы и передачи о спорте. Гран-при международного фестиваля спортивного кино и телевидения получила пронзительная картина Андрея Милюкова «Матч» о футболистах времен Великой Отечественной войны. Главная задача фестиваля – сделать из спортсменов настоящих героев своего времени. Я просто потрясен. Вот такой ответственностью, с которой подошли работники Министерства культуры Самарской области, я просто поражен. Просто огромнейшее, огромнейшее им спасибо. Среди лауреатов фестиваля – картины Елены Подроманцевой «Золотая Николь». Фильм «Предсказания». Историю о паралимпийской чемпионке автор создала до игр в Лондоне 2012 года. Именно там Николь завоевала свое первое паралимпийское золото в прыжках в длину. Документальное кино о спортсменке теперь повторяет ее судьбу победителя. Когда с ней общаешься, тоже хочется побеждать, тоже хочется двигаться вперед. Когда я искала героиню для фильма, была такая задумка о спорте, о спортсменах самарских снятиях. Нужно было найти какую-то интересную судьбу. И когда я с ней познакомилась, я просто поняла сразу, что да, про нее надо делать. Уже после закрытия фестиваля стало известно. Фильм «Елена Подроманцева и «Золотая Николь» завоевал специальный приз президента Международной Федерации спортивного кино и телевидения Франко Аскани. В декабре картина поборется за звание лучшей на международном фестивале в Милане. Анастасия Зубарева, Константин Головин. События. Более полутора тысяч спортсменов вышли на старт легкоатлетической эстафеты на Самарской набережной. Соревнования организуют в девятый раз на призы Губернской думы. От старта до финиша гонку наблюдал наш спортивный обозреватель. Бегут все в девятой легкоатлетической эстафете на призы Самарской губернской думы. От мала до велика – школьники, студенты, рабочие, жители районов и депутаты Городской думы и областного парламента. Это действительно праздник массового спорта. Это праздник большой для города Самары, для Самарской области. Это действительно будет такое массовое движение, которое будет способствовать и дальнейшему развитию физической культуры и спорта в Самарской области. Это будет способствовать здоровому образу жизни. Ну и что принципиально важно, у нас сегодня качественно новые условия создаются для развития спорта. Полторы тысячи атлетов из 70 команд бежали 6,5 километров, 19 этапов, от 200 до 800 метров. Приветствую участников эстафеты, глава города Дмитрий Азаров отметил, такие масштабные соревнования будут способствовать развитию массового спорта. Эстафета – это командные соревнования. И 20 человек в команде – это настоящая команда. От усилий каждого зависит общее достижение. Это ли не показатель того, что объединив усилия мы можем достигать большего? У нас целая череда спортивных событий, которые позволяют нам надеяться, что город будет вновь спортивным, что мы восстановим лучшие традиции высоких достижений самарцев. И, конечно же, не только самарцев, но и всех жителей Самарской области. Многие физкультурники в самарской эстафете выступают с первого сезона, но каждый раз выходят на старт не для победы, а для участия. Первый эстафет – это было что-то такое невероятное, когда ты маленькая сама, приезжаешь в большой город, столько людей, тут было так все хорошо организовано, шары. Я помню, тогда нам еще занял место, не занял, как-то было неважно. Всем давали кепочки, футболочки, значки, всякие разные флайеры. Это было что-то невероятное. Так чувствовал себя, свою значимость, так сказать, в этом мире. Было очень прекрасно. Золотые медали Кубки 9-й Самарской эстафеты поделили между собой легкоатлеты Тольятти, Самары, Кенеля и Новокуйбышевска. Среди студентов победу праздновал Самарский политех. Самыми быстрыми депутатами оказались парламентарии Губернской думы. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. 60% россиян ни разу не были в Санкт-Петербурге. Три четверти не бывали в городах Золотого кольца. Несмотря на то, что ставка рефинансирования не изменилась, российский рынок рванул вверх. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Мне остается напомнить телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагис круглосуточно на экранах своих смартфонов и планшетов. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok